Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 993. События дня. Экклесиас 12, 13, 14. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайно, и хорошо ли оно или худо. И наше объявление. Просчитайте. Марина пишет, была отгостила. Гнездо и перья благополучно довезли. Полина делает подружкам ручки из гусиных перьев и ждет подходящую тему урока. Чтобы отнести гнездо и перышки в школу и всем показать коллекцию, намеренно продолжать. Да поможет вам Господь в сохранении всего лагерно-музейного и дарует добрых ценителей и защитников того, что создано вами с Божьей помощью. Хорони вас Господь. Ну, спаси Христос за весточку. Долго молчала, молились. Побыла у нас здесь, отдохнула. Господь так послал помощников, билеты достали ей и все. Андрей Александров ставит, молитва сильная, по себе знаю. Слава Христу Богу нашему во веки веков. Ну, сейчас все. Боцея Владимире Головине, город Болгар, спрашивает, что помолитесь и молимся, как Бог примет. Молитва наша ничего не значит, все милость Божия. Игнатий Тихонович, что сейчас с вашим каналом на Ютубе восстановился? Отвечаю, да, я тоже утро восстановил, нашел в левом углу там. Добрый плотник. Благословение вам, Игнатий Тихонович. Добрый вечер, Игнатий Тихонович. Снял еще одно видео о наших буднях в пщеловодстве. Надеюсь, оно вам понравится. Спаси Христос. Ну, вот можете толкнуть и... Александр Банников. Благодарю Бога, восполнил крещение полным погружением. Вот радостное известие. Александр Марьясов. Аминь. Мир дома вашему, Игнатий Тихонович, дорогой мой человек. Благодарю вас за все, за все. Братьям низкий поклон. Спаси и сохрани всех, Господь. Протеорей Владимир Головин запрещен в служении на три месяца. Чистополь, 4 сентября 2018 года. Ну, сегодня пятая, это вчера. Епископ Чистопольский Нижнекамский Пармен подписал указ, в соответствии с которым протеорей Владимир Головин запрещается в служении без права совершения каких-либо священодействий, преподания благословения, ношения ряса и наперстного креста. Сроком на три месяца, с 3 сентября 2018 года, в связи с неисполнением распоряжения правящего архиерея под номером 120 от 24 августа 2018 года и продолжением деятельности, вносящей соблазн в жизнь церкви, кавычки закрыты. Согласно распоряжению номер 120, протеерея Владимира с 24 августа 2018 года запрещалась, кавычки открыты, вести проповедническую деятельность, проводить встречи с паломниками и практики духовного лечения, выступать на любых интернет-ресурсах, в печатных СМИ, на теле, видео и радиоканалах, кавычки закрыты. До 1 сентября т.с. Владимир должен был закрыть как свой личный сайт, так и все сайты, посвященные молитве по соглашению с болгаром, а также страницы в соцсетях ВКонтакте, на Ютубе и т.д. В данный момент все указанные сайты продолжают действовать. В качестве обоснования данного указа правящего архиерея выступает особое заявление Чистопольского перхального управления, а также приложение к нему, в котором подробно расписаны богословские и канонические претензии к деятельности проповедника из города Болгар. Ну, хотят, чтобы я ответил, то другое. 4 сентября 2018 года. Повторяю, сегодня 5-е. Я за 4-е как раз отвечаю. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. Если появится у вас возможность посмотреть, если еще не смотрели, и прокомментировать. Ну, что тут комментируют? Вот я написал, так осталось целое пока. Что, мы переписывались тут, и они хотели, как я понял, приехать к нам на крещение. Ну, не получилось. У них, видимо, ответа больше не было. Тут вот такое на него, сказать, гонение. Гонение. Но мы молимся каждый день, чем можно помочь. Там тысячи разных комментариев. Я опять свои вставил, где у нас можно найти утешение богатый. На YouTube у нас богатый. Сайт и прочее. Мы молимся об отце Владимире, чтобы Господь сохранил его. Наталья Шерер. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Мы из Томска. Хотим покрестить дочь. Ей 10 месяцев. Не знаем с мужем, где и как это сделать. В какую церковь не зайдем? Разговор начинается с того, сколько это стоит. Наступает расстройство и отвращение. Плюс к этому всему мы не можем выбрать достойных крестных. Так как нас окружают люди, как они про себя говорят, верующие. Но даже не державшие в руках Библию. Мы с рождения дочери мусолим этот вопрос и не находим решения. Просим с мужем вашего совета, как нам быть. Ну, здесь я вам отвечаю, как быть. Молитесь, Господь усмотрит. Надо ли крестить? Первый вопрос. И второе. Нужны ли крестные? Если вы верующие, рожденные свыше, вводимые Духом Божьим, этот вопрос решается очень просто. Еще. Игнатий Тихонович, будьте добры, ответьте кратко. Почему хороших людей убивают? Александра Владимировича Захарченко. Зло сильнее Господа Бога. Очень прошу ответ. Думаю об этом много лет. Ксения. Я отвечаю. Мой ответ. Что, дескать, я, может быть, тоже, как Владимир Головин, отвечаю неправильно. Но я еще отвечаю. Местописание Библии. Смотрите, тут написано. Откровение 13.10. Кто ведет в плен, тот и сам пойдет. Тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. И 8.10.8.7. Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. Вот весь ответ. Ну и дальше почитайте. Все сказать день. День такой хороший. Я на рыбалку уже не езжу. Все вытащил из реки. Четыре мордушки. Из пруда. Ну и... Яблоки собирал тут. Яблочки собирали мы. И чарлоплодную рябину. Интересно. Шесть медя полных собрали. С одной яблони, можно сказать. Вот Господь как дает. Ну и рябина тут тоже. По деревне развозил по 5 литров. Всем. Только одна старая обрядка не приняла. Она болеет сама, так сказать. Ну, не знаю, какая причина. Ну, остальные все с радостью. Кто что, серапима, то привез. И она один раз пришла, принесла что-то. И там спекла. Я говорил, не надо, не надо. Бесполезно. Не ходите за мной. Я говорю, Виталий, проводи ее туда. Нет, я засиделась. Ноги надо, чтобы ходили больше. Пошла опять. И что-то еще принесла. Помидоров, кажется. Мы говорим, да есть помидоры. Какие у вас помидоры-то? Тут один нам дал, они в пятнах. Это рак помидоров. Я только глянул и сказал, я есть не буду их. Ну, там на что. Хрен делает, там все переезд. Это можно. А так нет. И она принесла как раз. Валентине отнес свинчук. Там дома никого нет. Она в ответ давает что-то платить. Да не надо ничего. Но она кисточку винограда ей показала. Она глухонемая. Что у нас свой виноград. Ну, ладно, положи. А остальные все с радостью. Валентине сестере отвез. Я говорю, она поддерживает давление на мужа. Вот, видишь, как раз тебе это и надо. И маленько прошло время, я только уж что-то напекла. А тут Надежда Васильевна тесто замесила в свое дом. Это и к нам в печь. Русская печь у Володи. И вот они. И все это заснято, показано. Щебарничает. Вот. Я пришел домой. Холодно. Уже сыро все дни. Дождик моросил. Думаю, да, я истоплю. Истопил. А там под полом, печь-то на пол. Вот стоит голландка. И где труба там больше. И она больше продавливает пол. Он наклоняет и отрывает ее от основной печи. Затопил. Вышел на улицу. Пока прихожу, света не видать. Дымина. Она идет из всех щелей. Лопнула. Печка хорошая. Я сам ее делал-то. Ну, еще прогорело. Дверь открыл. Правда, комаров не налетели. Нету. И пошел. Взял посудину. На дороге там песок. Нашел, где без камушков набрал. Рядом глину наковырял. Все вместе принес. Тут размочил. Один никого, никому не сказал. Еще наши не знают там. И давай замазывать эти щели. Вот. Замазал. Давай дальше топить. Тепло. Было там сколько? Только 16. Получилось 22 градуса. Получается, на 6 градусов поднял температуру. Вот так. И хорошо. Все лишнее скинул. Почти раздевший спал. Это деревня, видишь, как просто. Нету. В городе нету. Тепла нету. Все нету. Воды нету. Звонить куда-то. А тут никуда не надо звонить. Колодец. В крайнем случае, тут вода проточная. Есть по руду. Из пруда вытекает. И вообще по логу. Достать воды питьевой тут проще. Ну и показать наши ресурсы. Это вот в фейсбуке тут конкурс на лучший сайт. Не знаю, как дальше, где чего искать. Все дал. Все они приняли. Не надо. Вот, давай-ка, это у меня пришла буска. Вот так. С кем он лезет тут, может шибеть. Ну, ленточный, это вариант. Наш форум. 3132-й день. А это вот у нас показать надо. Сегодня я выставил 12 роликов. Ролики все такие хорошие. А тут такое воспоминания там тоже нету. Нету никого, как интересно, что посещают. Вот я открою. Нет, боюсь открыть один, что пришло посещение. Матерки сплошняком гонят. И все, больше 6 тысяч только заблокировал. Это вообще ужас. На меня травля такая идет. Благодарение Богу. Они даже не знают, что это награда за это. Ничего у людей нету, и понятно. Раз ничего нет, то и на нет, и спросу нет. О, еще прочитать, Юрий. Что такое? Видимо, главного храма вооруженных сил, вот как. А я это знаю. Патриот, с утра раньше прочитал Шойгу, большой храм, третий по высоте, ну и так дальше. А я тоже прочитал, поэтому отвечать тут нечего. Ну, это их дело, тешится, да и пускай играют. Как я ее понимаю? Вот так, отца Владимира. Ну, я свое ответил. Вот мой ответ. Отец Владимир, мир вам. Мы ожидали вас этим летом в гости с вашими друзьями, но, видимо, вы отложили поездку. Смотрим ваши события. Ну, дальше я тут. У нас молитва по соглашению не столь масштабна, но ей уже более полувека. И вы всегда в наших молитвах, дорогой батюшка. Вот вам песнопение Давида. Ну, и дальше свои тут. Когда, что было. Вот православный первый библейский сайт. Вот эти библии сайты. Именно создан 21 января 2009 года. 9 лет. Указан вот на роду. Мой мир. Создан 28 января 2010 года. Получается, что через год. Мой мир. 21 тысяча наших фото. Православный форум. Игнатия Лапкина. Во свете Библии. Открыт 7 февраля 2010 года. Православный видеоканал. Открытый моком во свете Библии. Игнатия Лапкина. Был зарегистрирован 21 декабря 2012. Через три года буквально. Здесь у нас 12 382 наш видеоролик. Ну, и дали наши данные, которые есть. Вот так. Ну, и вот он сайт. Самый во свете Библии. А это вот, что конкурс. На этом сегодня у нас все. Все. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok